Всем привет! Я в Гаване, столица Кубы. В этом выпуске я расскажу вам более подробно про деньги. Вообще, что здесь как ходит, как это все поменять и так далее. Вот, деньги здесь есть. Здесь ходят три вида денег. Это песо, это доллары и евро. Евро котируется больше, чем доллары. Евро принимают таксисты в основном. Ну, и вообще в ресторанах. Таких, ну, в нормальных современных ресторанах. Песо ходят тоже практически везде. За песо можно поесть, за песо можно купить какие-нибудь сувениры. За песо можно ездить в транспорте. Такси, которое местное, тоже за песо. Вот. Так что берите с собой и доллары, и евро. Они здесь котируются, ну, практически на рамы. Вот. Если у вас, ну, вот вы взяли с собой уже деньги, не торопитесь их менять, потому что курс здесь довольно-таки волатильный. Как я понял. Потому что, когда я приехал, он был один. Сейчас он уже другой. И это довольно-таки любопытно. Поэтому меняйте маленькими суммами, ну, типа 100 долларов. Меняйте. Вот. Но не больше. Просто, возможно, когда-нибудь в последствии будет еще более выгодный курс. Вот. На данный момент есть три доступных варианта обмена валют. Один из них это по прилету в аэропорт. Там есть обменники. Мне даже неинтересно было это смотреть, потому что, скорее всего, там очень хреновый курс. Второй вариант это... Второй из официальных, легальных вариантов это банк. В банке тоже курс такой себе. Ну, примерно за один доллар будет давать 25 песо. Если вы поменяете деньги по этому курсу, то, блин, вам покажется, что Гавана очень дорогая. Да. Реально, очень-очень много денег потратите. Вот. И самый нормальный вариант это менять у местных. В Кубе, на Кубе, в Гаване. Что-то как-то не особо любят песо. Потому что... Не знаю. Видимо, потому что песо обесценивается быстрее доллара или евро. И, в принципе, вы можете подойти к таксисту, один из вариантов, поменять у него. Ну, если один откажет, то другой там наберет пару номеров и наверняка найдет одного, кто может поменять вам валюту. Вот. Второй вариант это если вы заселяетесь в какой-нибудь ката-портикуляр, ну, участников, то хозяйка вам может поменять или хозяин. Вот. И еще самый-самый-самый простой вариант. Вы просто гуляете по туристическому центру и к вам просто подкатывает куча народа, которые хотят поменять деньги. Ну, типа change money, change money. Все такое. Вот. Совет. Не бросайте сразу на первого встречного менялу, потому что... Ну, вы не знаете, какой курс сейчас актуальный на данный момент. Я даже не совсем понимаю, какой актуальный курс. Потому что, когда я приехал, я поменял по 75. 75 песо за 1 доллар. Сейчас уже можно поменять 85 за 1 доллар. Так что я прогадал. Причем дважды, потому что второй раз я уже обменял по 80. Вот. И чем больше вы общаетесь со всякими обменниками ходячими, тем больше шансов у вас понять, какой сейчас актуальный курс и на какие деньги вообще можно рассчитывать. Вот. Евро, доллары, блин, ну... В Гаване... Это не принципиально практически. Но если вы, конечно, будете много кататься по улице, там, в такси, которое туристическое, именно вот эти все кабриолеты, то да, вам придется иметь евро. Не знаю, с чем это связано, но... В общем, это котируется именно так. Что еще? Немного про цены. Ну, цены здесь довольно-таки разные для любого путешественника. Даже если вы нищеброд, типа меня, студент, не знаю, который... Пашпал, он дошел до Гаваны. В принципе, сможет здесь существовать. Потому что, в принципе, цены, как в России, на некоторые виды продуктов, и есть даже дешевле. Ну, допустим, стрит-фуд здесь, ну, довольно-таки дешевый. Стакан... Стакан типа сока, ну, такая водичка с соком, будет стоить 2 рубля, ну, 2 пьеса. Так что... Ну, это очень дешевый, на мой взгляд. Проехаться на автобусе общественном тоже 2 пьеса. 2 рубля. Вот, какие-нибудь задрипанные бутерброды здесь стоят, ну, в районе 25-30, там. Пиццу можно купить здоровенную за 190-200 рублей. Но, правда, эта пицца будет такая, номинальная. Потому что такую пиццу я ел в школьной столовке лет 15 назад. Вот. Ну, кстати, она здесь прикольная, вкусная. Тесто такое... мягенькое. Вот. Как-то так. Что еще про цены рассказать? Насчет экзотических фруктов, ну, блин. Ну, да, они здесь есть. Вот я сейчас в январе. Январь-февраль. 2022 год. Вот. Манго еще не сезон, но они уже появились и довольно-таки дорогие. Так что, если вы хотите ехать в Гавану за фруктами дешевыми, ну, это не по пути, потому что... Я вот живу в Москве, там есть рынок Леонозовский. Там эти все манго, папайи и так далее, тому подобное. Иногда завозят с ультра-дешманскими какими-то ценами. Ну, типа, помело. Я недавно покупал агромину за 100 рублей, и она была нормальной. Ну, вот здесь, конечно, помело нет. Ну, вот манго, допустим, сравнимые цены. Типа, здесь 80 рублей. Это... Ну, здесь цену... Веса у них не килограммы, а либры, либры, типа фунты, что ли. Короче, один фунт, это два... Ой, два... Два фунта, это два этих... Два манго. Ну, и в итоге... А цена за один фунт 80. Короче, 80 рублей у вас один манго. Ну... Не знаю, на Леонозовском рынке я покупаю, примерно, так. В Инограде. Вот. Ну, Гаване. Гаване, чтобы поесть нормально. Тоже не пугайтесь. Есть довольно-таки дорогие рестораны. Где еда дороже, чем в Москве. В таких ресторанах я не бывал. Вот, я нашел один ресторан, он, наверное, государственный, потому что там, ну, да очень дешево. Прямо трендец, как дешево. Ну, типа, лангустов я ел за 300 рублей. Ну, лангусты, он уже приготовленный, порезанный, с овощами. Со специями, все такое вкусненькое. 300 рублей. Вот. Пивасик 50 рублей. Коктейли 75 рублей. Водичка 25 рублей. Ну, короче, очень хорошо. Вот. Рыба, там, 200 рублей, что ли, 3 рыбины приносит большие. Сидишь, ковыряешь, за 200 рублей ешь. Вот, как-то так. И все это можно купить, да, в песок. Не нужны евро, доллары. Приходишь в песок, расплативаешься. Но, правда, в этом ресторане любят надуть, особенно туриста. Вот, пару раз мне такие приносят уже с запасом. С запасом, скажем так, без дачи, короче. Даже не без дачи, а просто заранее увеличивают цену. Округляют их. Вот, в таком случае я не оставляю очивок. Вот, если они нормально обсчитывают, нормально считают по меню, то, да, почему бы и нет. Что там, 20 рублей накинуть, не проблема. Вот, что еще по ценам. Цены на жилье тоже разные. Например, я снимал через Airbnb комнату в центре Гаваны, в Старой Гаване. Старый фонд, назовем его так, Asparticular. Ну, так все условия, естественно. Я клюнул на красивую картинку. Картинка была реально прикольная. Там у них дизайн такой просто космический. Ну, прям, если бы у нас такое было предложение, то оно бы пользовалось популярностью. Вот. На картинках одно, на деле другое немного. Все немного постарее. Еще и соседи там шумные. Ну, короче, не важно, мы про цены сейчас разговариваем. Цена у нас в итоге выходила... Сколько я? 100 долларов отдал. 100 долларов за 7 дней. Ну, я считаю, что можно было и поторговаться, на самом деле. Потому что... Ну, это с учетом Airbnb. Да, там типа 15 баксов, что ли, в день выходил. В общем, я думаю, в следующий раз, если я захочу у нее остановиться, то это будет стоить дешевле. Я ей просто наличкой отдам деньги, да и все. Вот. Ну, как-нибудь договоримся. Там нормальная хозяйка. Ну, как нормально. Они постоянно устраивают вечеринки. Ну, ладно, неважно. Вот. И это дешевый вариант, по сути, считается. Можно найти еще дешевле, но такое редко бывает. Можно найти еще дороже. Допустим, есть еще предложение на берегу океана. Или что там, море. Ну, короче, на Малеконе, по сути. Вот. И у тебя будет вид прямо на море. А если там еще и штормит, то это вообще, это такие космические кадры. Просто это кино. Ну, реально, очень красиво. Собственно говоря, когда я приехал, первый день, да, ну, второй день получается, я пошел на Малекон, и там штормило. Были огроменные волны, они просто прям разбивались об эту, как это называть-то, дорогу Малекон. Ну, в общем, было очень красиво. Вот. Что еще по ценам? А, ну вот, цена вот такой вот хаты на берегу Малекона будет примерно, не знаю, там где-то 2 500 в сутки рублей. Вот. Но я туда так и не попал. Потому что я нищий брат. Что еще по ценам? Не знаю. Наверное, добавить больше нечего по ценам. А, хотя нет, еще забавно. Здесь есть довольно-таки большие торговые площади, торговые центры. Там можно купить вансы, допустим, или конверсы. Но насколько они реальные, насколько они настоящие, я даже не знаю. Вообще, есть ценница одежда из мира. Она здесь довольно-таки дорогая. Ну, вот, допустим, я зашел вансы посмотреть. Они стоят примерно, ну, сколько они там стоят? 80-90 баксов. Ну, по идее, это адекватная цена. Примерно у нас в России. Ну, может быть, чуть дороже. Вот. Но прикол в том, что для местных это вообще неподъемные деньги, потому что в них, блин, зарплаты здесь очень маленькие. Ну, я прям иногда ловил себя на мысль, что а я неплохо живу, оказалось. Потому что здесь зарплата в среднем весяц. Вот я спрашивал у одной девчонки, она официантка, она получает ну, где-то 150 баксов вот, в месяц. И это хорошая зарплата для нее. Ну, вообще, для Куба в целом. А так люди здесь живут на 5000 в месяц рублей. Блин, уже есть. Ну, и вот, в итоге получается, что хрен получится что купить нормально. потому что денег нет. Вот, как-то так. Так, мне надо теперь понять, куда идти. Вот, а это местный рынок. Продают капусту, бананы, всякие овощи. О, ананасы. Здесь очень дешевые ананасы. Ну, рублей 50, они, наверное, стоят. Может, даже дешевле. Но они какие-то невкусные. Не знаю, может быть не сезон, потому что я не знаю, в России, блин, покупал тоже по всяким акционам и скидкам ананасы, сладкие, присладкие. А здесь он какой-то деревянный, кислый и, ну, такой. Не очень. Вот. Насчет еще цен. Действительно, тоже относится, наверное, интересно. Про автомобили. Ну, автопарк тут довольно-таки интересный. Всякие машины из середины 20-го века. Ну, и наш автопром, который советский. Ну, и который русский тоже. В общем, цена за дрипы на пятерки, семерки, шестерки будет примерно 50 тысяч баксов. Вот. Это прям очень неподъемная сумма для местных, для простых. Я не знаю, кто себе может позволить себе такую машину. Не, ну, хотя я знаю, я спрашивал у местного барьгена, типа, кто может владеть машиной. Вот. Ну, и он, собственно говоря, говорит, что это люди, у которых родственники уехали за границу, ну, типа, в Америку. Вот. И присылают им деньги. Вот. Такие люди могут себе позволить. и, наверное, те, которые в туризме работают постоянно. Вот. может быть, меня обманывают как наивного туриста. Я не знаю. Да. Еще забавно, что на втором месте по доходу здесь именно пересылки денег из-за заграницы. Ну, типа, родственники работают за границей и присылают на родину. Это как у нас, не знаю, Россия, Киргизия какая-нибудь. Вот. Ну, собственно говоря, все. Больше по ценам ничего интересного я добавить не могу. Жить тут можно, ну, по крайней мере, на наши деньги. Самое дорогое из путешествия это билеты. Вот. не летайте компанией Nordwind. Это космическое разочарование для меня, потому что эти представители, не знаю, древней профессии отменили мой рейс, и я теперь должен ждать возврата или обмена, покупать, блин, новый билет за дороже. и это меня удурчает. Вот. Ну, все, наверное, на этом выпуск закончен. Про цены я больше ничего не могу сказать. Нечего мне добавить. Вы можете писать комментарии, задавать вопросы, я, может быть, отвечу на них. Там. Все. Всем пока тогда. Приезжайте на Кубу, здесь интересно. Мария.